Это однозначно была месть. Наш телеканал неоднократно рассказывал о том, с какими трудностями сталкиваются жильцы уфхимских домов при смене домофонной компании. Прям под корень срезали. Просто имущество дома взяли, срезали. Обрезали просто. Мы продолжаем держать руку на пульсе событий, ведь в нашу редакцию по-прежнему поступают обращения с похожими жалобами. При этом страдают не только жители, но и другие участники рынка домофонных услуг. И даже управляющие компании. О чем и будет рассказано в нашем сюжете. Мы решили сменить управляющую компанию. А вместе со сменой управляющей организации жители уфимской многоэтажки по улице Менделеева вознамерились решить вопрос и о смене домофонной компании. Два подъезда у нас была одна домофонная компания, два подъезда была другая. И мы оставили одну домофонную компанию на весь дом. Ну, потому что это как-то не очень удобно. Мы отказались от строймастера домофон и остались с СКД домофон. Но все же не только удобством было продиктовано решение жителей. В первую очередь не устраивало их качество обслуживания, говорит Наталья. Заявки долго делались, да, не реагировали быстро. В офис прийти руководителя застать. Я сама лично ходила несколько раз. Ну, нужно было вопрос тоже решать. Усуркатель застать невозможно. Если я заставала промежуточное лицо, обещали решить вопрос, вопрос не решался. Они неконкурентоспособны. Домофонную компанию, от которой жильцы решили отказаться, уведомили об этом, говорит Наталья. Но там не торопились с демонтажом своего оборудования, игнорируя волю жителей. Снимать его пришлось компания, в пользу которой был сделан выбор. Старое домофонное оборудование было снято под видеозапись. Все в целости, в сохранности. А затем нашей собеседнице позвонил директор домофонной компании, с которой жильцы распрощались. Они написали обращение в полицию, что у них украли домофонное оборудование на 70 тысяч, если я не ошибаюсь. Но самое пикантное в этой ситуации, что по непонятной причине претензия была адресована к новой управляющей компании, не имеющей отношения к принятому решению жильцов, говорит Наталья. Мы проводили в течение полугода такой тест-драйв. Мы серьезно выбирали управляющую компанию. Это молодая управляющая компания, она даже под наш дом, под наш микрорайон, она сделала себе имя новое, получила лицензию. Поэтому претензий к ним вообще быть никак не могло. Видимо, это такие методы, потому что я слышала, что они так поступают, так ведут себя. Но написали, написали. Соответственно, мы в свою очередь предоставили информацию, что никакой кражи не было, все по акту передано уже. И, пожалуйста, сами же приняли это свое оборудование. Но лишь этим конфликт не был исчерпан, говорит директор управляющей компании. В их адрес поступил еще и судебный иск. И по одному из домов они направили иск о признании недействительного протокола общего собрания, к которым выбирается управляющая компания. Но тут уже, я думаю, немного неквалифицированно. Не то, что немного, абсолютно неграмотный иск, но это уже тоже их дела, если такими методами решать. Судя по информации, размещенной на сайте Советского районного суда УФИ, заявления были возвращены заявителю, поскольку и в этом случае домофонной компании были допущены нарушения. Управляющая организация же, отбившись от претензий в их адрес со стороны домофонщиков, продолжает заниматься благоустройством дома. Очень большую работу по территории провели, очень тесно с жителями общаемся, работаем. Но этим история не ограничилась. Внезапно в многоэтажке были обрезаны провода и перестали работать домофоны. Наталья предполагает, что сделать это могла все та же домофонная компания. В отместку за решение жильцов выпроводить их из своего дома. Разговаривала с новой домофонной компанией, с СКД Домофон. Они долго искали, где же все-таки, в чем причина. Но нашли причину в том, что все-таки были порезаны, повреждены умышленно эти провода, те, которые вообще не имели отношения даже к домофону. Жильцы кто-то жаловался, что интернет тоже не работал. Это просто, наверное, знаете, это, ну, желание как-то нагадить, чтобы, потому что от них отказались, что ли. Это не рыночные отношения. Это не честная конкуренция. В результате этого подъездные двери были открыты. Для жителей это стало постоянным источником стресса. Они не обезосновательно беспокоились, что в их дом могут проникнуть вандалы или распространители наркотиков. И уж тогда про порядок и безопасность в подъездах можно было бы забыть на долгое время. Подъезд у нас, в принципе, в идеальном состоянии. Жильцы молодцы. Они сохраняют то, что нам таким трудом это далось. Вот мы сами активно участие принимали в самом ремонте, чтобы вот эту часату создать. Ну и сохранить, естественно. История многоэтажки по улице Менделеева лишь одна из множества аналогичных. А самым первым в этом списке был сюжет про жителей дома на набережной реки Уфы. Их желание пригласить к себе компанию Уфанет также столкнулось с противодействием. Как нам стало известно, поведение домофонной компании, которую жильцы решили сменить, привлекло внимание правоохранителей. Ведется проверка. Наша редакция, как и жильцы дома, с нетерпением ждет ее результатов. О них мы планируем рассказать в нашем эфире. Артур Бигнов, Игорь Яковлев, Андрей Лугоши и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ.